Всем привет, с вами Атси, и это очередная порция нубизмов со мной, с Атси. Ну вот, как видите, я сегодня буду рассказывать о АМХ 1390, о этой машинке, которую после патча переведут на уровень выше, и ему добавят всего 100%... ой, то есть 100 единиц прочности, всего 100 единиц прочности при переводе на следующий уровень. Он и так-то не сильно-то по статистике у игроков выделялся, так теперь еще и такое вот дело. Ну ладно, разработчики сами решают, что делать со своей игрой, а я, пожалуй, продолжу рассказать, что у нас тут творится. Как видите, у противника явный перевес по танкам 10-го левела. Я тут сам внизу списка, и что мне нужно делать? Конечно же, отлавливать всяких светлячков, но так как у меня барабан заряжается очень долго, я не смог разрядиться по нему, и поэтому я очень печален, очень злой. А с моей-то точностью я сейчас буду вообще так безбожно мазать. Ну да ладно. Этот 1390 немножко меня опередил, я сам-то его хотел ваншотнуть, но раз такое дело, не будем ему мешать. Что мне остается? Светить. Светить, светить и еще раз светить. Вообще, 1390 такой классический светляк, ну немного нетипичный, он на поворотах слегка теряет скорость. Сам он вертится не особо хорошо. Но тем не менее, скорость набирает он хорошую. Сколько там? 61 или 64 км в час, я уже точно не помню. И еще у него отличное орудие для своей роли. Ну а также обзор 400 метров тоже многое решает. И я играю со стереотрубой, и иногда занимаю просто кустик где-нибудь в позиции свечу просто на полполе. Но в этом бою мне приходится выбирать немного другую роль, роль танка поддержки. Но, к сожалению, тут я не вижу ничего такого, что можно поддерживать, поэтому решаюсь просто светануть. А светляк из меня, как вы помните, абсолютно хреновый. Но тем не менее, хоть что-то. Ну вот, мы видим тут ИС-8 ползет к нам, отлично. Правда, мой засвет был абсолютно бесполезен, и противники со... Ой, не противники, союзники сами бы без проблем его заметили. И открыли бы по нему огонь. Ну да ладно. Сейчас я вот думаю подождать бреши в стене. Не в стене, а в обороне противники. Но замечаю, что по мне стреляет уже объект 261-й, снимает мне треть здоровья. И я что-то как-то этому не особо радуюсь. И поэтому думаю ехать в сектор F1, чтобы проскочить мимо тяжей, которые бодаются с другими тяжами. Когда они так заняты, то они, скорее всего, на меня вообще не обратят внимания. Я вот часто такими вот руководствуюсь... Ну, в таких ситуациях, когда я на светляке стреляю по ИС-4, к сожалению, его не пробиваю. Ну да ладно. Замечаю, что есть еще более соблазнительная цель. Там ИС-4, ИС-7 попадается. И там у меня большие шансы просто проскочить. Ну и так, на удачу. Желаю так ему просто стрельнуть разок. Хоп! Случайно убил. Здорово. 3-92. Хоп! Еще раз убил. Да. Такая удачная серия у меня случается редко. Вообще, многое при зарабатывании статистики зависит от команды. Я бы сказал, почти все зависит от команды. И отдельная личность влияет... Ну, не знаю в какой степени. Может быть, на 20% победы повлияет, на 30% победы. Ну да ладно, об этом я не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как я всех нагибаю. Хотя нагибатор я отстойный. Ну, короче, основная роль этого танка поддержка, свет и вырезка артиллерии. Ну, также он хорошо подходит для того, чтобы отстреливать разные крутые ПТшки, типа Фердинандов, Объектов и прочих. И я думаю, после патча, когда его сделать 8-м левелом, его будут кидать к ПТшкам 10-го уровня, то можно будет очень сильно отрепать нервы этим здоровенным адским машинам. Ну вот, я сейчас передумал ехать на СА-4, потому что его и так все клюют, а вот Объект 704 явно обделен вниманием. Ну, что поделать? Не дадим ему просто так помереть. К тому же, вон там наш тапочек подъезжает. Здорово. Еще раз здорово. Ну что ж. Что Объект хочет? Он просто стоит, похоже, АФК-шный. Но я этого особо не замечал, и поэтому как-то слегка побаиваюсь. Ху-ху-ху-ху. Но мне опять везет так, что я убивал, что последний выстрел за мной. И вот у нас получился замечательный такой бой. Вот как раз я что говорил вначале, что многое зависит от команды. И на самом деле нам получилось, несмотря на то, что у противника был явный перебор. Тривес по силам. Мы их порвали в сухую. Поэтому команда все решает. И никакого... Я уже после этого ни в какие скиллы не верю. Вообще ни во что. Запросто такая команда могла попасться у противника. А у нас кто-нибудь играл бы с навыками, не знаю, какого-нибудь там, не знаю, там, разработчика Wargaming, который отвечает за баланс какого-нибудь там, не знаю, у кого там 90% побед или что-то в этом роде. У него тоже не получилось это все затянуть. Ну да ладно. Я хотел рассказать о этой ветке танков от 12Т до 1390. Я считаю, что это очень фановые машины, которые сильно, я бы сказал, даже кардинально отличаются от других танков в игре. Потому что они что-то среднее между светильками и машинами поддержки. Я бы даже сказал ПТшками. Но мне все-таки нравится более активный, более живой вид деятельности. Потому что ПТ-вод из меня отстойный. И вообще игрок World of Tanks из меня, наверное, отстойный. И я фрага дрочер, как уже кто-то успел написать в комментах. Я это предвижу. Вот так вот. Ну ладно. Надеюсь, это коротенькое видео вам показалось интересным. Надеюсь, мои нубизмы вас до сих пор еще радуют. И то, как попадаются хорошие бои среднему игроку, или даже не среднему, а одничному, тоже кому-то заставляет удовольствие. Так что всем пока и ждите моих других видео. Они скоро будут. У меня сейчас просто небольшой такой напряг, ну ладно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова